Эггмонт Имаджинейшн и фильмы С, Магмафильм совместно с Диар ТВ и Супер РТ представляют Сказки Андерсона Современное прочтение Ганса Христиана Андерсона Субтитры создавал DimaTorzok Огниво Шел себе как-то солдат по дороге Левый, правый, левый, правый, левый, правый Столько лет я воевал И вот я дома Будем надеяться, хоть кто-нибудь даст работу бедному голодающему герою Стой! Кто идёт? Привет тебе, бравый солдат Какая милая, острая сабля у тебя в руках И какой огромный ранец Тебе что до того, старуха? В таком ранце силач вроде тебя умёс бы немало сокровищ Прости, что случайно услышала Но ты упомянул, что ты нищ и голоден Разве не так? А ты что, знаешь где сокровища? Конечно, знаю Золотые, серебряные, медные монеты Ты столько в жизни своей не видел Продолжай Ты только заберись в дупло этого дерева Набей карманы и ранец А когда закончишь, я тебя вытащу Нет, ничего проще А тебе-то что с того? Мне нет дела до денег Мне нужно лишь старое огнило, что свалилось туда Такая уж я сентиментальная Вещица-то принадлежала моей бабе А что же ты сама за ним не лезешь? Слишком я стара и слаба А сокровища охраняются Но сделаешь всё, как я скажу Уйдёшь живым Если вздумаешь обмануть Что за глупости? Я лишь бедная, слабая старушка Молящая о помощи сильного, бесстрашного солдата И предлагающая ему взамен миллионы А что мне терять? Ладно, бабушка Говори, что делать Бравый, бравый солдат Что ж, прежде всего тебе нужно это Ну, ты спустился? Что видишь? Как ты и говорила Большая пещера И три двери Заходи в первую Делай, что я велела И ничего не бойся Видишь сундук На котором сидит пёс? Насчёт его глаз ты не солгала Они у него словно блюдца Да, да После расскажешь А сейчас сажай его на передник И он тебя не тронет Вот так, пёсик Сработало И ещё бы нет Открывай сундук Медные монеты Их тут тьма Вот теперь я заживу Бедствовать не буду Ты видишь моё огниво? Тут только богатство в виде медных монет, бабуля В следующей комнате тебе понравится ещё больше Следующей? Прости, малыш Долг зовёт Боже У этого глаза размером с тарелку Да, да Давай Ещё раз Номер с передником И порядок Хороший пёсик Но до чего тяжёлый ты Да, да, и мне очень приятно А теперь Что у нас в сундуке? Серебряные монеты Я богат Богат Да, да Рада за тебя Как там моё огниво? Нет Тут лишь сундук, с которым я разбогатею Демоны Ступай же в следующую комнату Я уже знаю, что там будет Нет Тут ничего Лишь звук морского прибоя Постойте-ка Тут моря и близко нет Хороший пёсик Видишь его? Ты о чудовище с глазами размером с колёс от телеги? Ну не надо преувеличивать Что ж Я вижу его А он видит меня По крайней мере умру богатым Жаль, ничего не успею потратить Ладно, попробуй Попробуй Так, он на переднике Теперь осталось только выбраться из-под него Удачи! На это золото можно купить целый дворец Порядок, старая Тащи меня наверх Прежде добудь моё огниво Ах да Совсем о нём забыл Минуту Ну, достал? Как понял Да, теперь я всё понял Моё огниво Отдай его мне, отдай Прежде скажи, зачем он тебе ведьма Говори же Ну? Не то сама пожалеешь Не твоё дело, деревенщина Ты получил за это деньги Отдавай же мне моё огниво Я сказала Отдай его мне Что, оба убавилась у тебя смелости, солдатик? Пора тебе к твоим дружкам вниз Дорогой мой Ничего не выйдет Проклятие Попробуй-ка устоять сейчас. Ты не оставила мне выбора, ведьма. Так он с ней покончил. Этого мне надолго хватит. Нет, нет, королевские апартаменты. И непременно, чтобы с Иваной. Эй! Вы не поверите, как долго я без нее жил? Я вам верю. Не сомневайтесь, сэр. Да, и побольше еды. Бифштексов, ветчины, яиц. Несите все, что у вас есть. Понимаю. А каким образом господин думает платить за все это? Угодно ли господину, чтобы сапоги его вылезли языком? Знаете, по-моему, мне нравится быть богатым. Попробуй. Передай отцу, что его сапоги самые лучшие. А это тебе. Только не трать все сразу. Золотая монета. Спасибо, господин. Не стой. Кому как не мне знать, каково это сидеть без грошей. Кто он такой? Один заезжий принц. И наш солдат зажил как господин. Вокруг него оказалось множество друзей, любителей утонченных и дорогих блюд. Чудесный пир. За нашего щедрого друга. Он имена ты их едва мог запомнить. Да-да, чудный малый. Само благородство. Он принц, достойный самой принцессы. Принцессы? Да-да, самая прекрасная принцесса во всем свете. Неужели? Как бы мне ее увидеть? Никак, это невозможно. Видите ли, все дело в пророчестве. Не может быть. Наша дочь за простого солдата? Никогда. И на всякий случай он запер принцессу в медной башне. Попасть же к ней могут лишь король и его жена, королева. Хочу бы я увидеть принцессу своими глазами. Простите за беспокойство, господин, но не угодно ли вам оплатить? Что же вы раньше не сказали? Прошу. Господин, должно быть изволен шутить. Этим не покрыть вашего десерта. Минц. И скатертью дорога. Жулик, невежда, грубиян. Скряга? Да. Зная, что мне придется оплачивать свой счет, я не заказал бы и половины всего этого. Ну что ж, так пришли, так и ушли. Стоило солдату снова стать бедным, как друзья сразу же забыли о нем. Слишком высоко живете. Значит, дрова не нужны? Если я сейчас не найду Хвореста, я тут замерзну. О нет. Неужели и спички закончились? Постойте-ка. Огнивый старый видевый. Что такое? Малыш? Ну, откуда ты взялся? Неужели огнивый вызывает волшебных хранителей монет? Что ж, немного медных монет мне бы не помешало. Молодец, малыш. Но если ты приносишь медь, то два твоих друга мне тоже послужат. Кажется, я понял, что к чему. Значит так, два удара серебро, три удара золота. Да, эти сведения мне пригодятся. Нет, нет. Я брал павлина в черном соусе. Еще чего. Вы глотали паштет. А вам что угодно. Хочу в свой прежний. Да, сэр. С возвращением, мой господин. Деньги у него и не кончались. Я так и знал. Какой шутник. Чудесный малый. Слава ему. Слава! Так солдат вернулся в свой роскошный номер, и всем опять не терпелось завязать дружбу с ним, а главное, с его деньгами. А ему было ужасно одинок. И он стал думать о принцессе. Не знаю, друзья. Не идет у меня из головы бедная принцесса, запертая в медной башне. Мне говорили, она прекраснее лунного света. Если бы только я мог ее увидеть. Ай! Они не солгали. Я должен поцеловать ее. Что он и сделал. Мама, папа, вы не поверите, что мне сегодня приснилась собака с глазами словно блюдца. Она пронесла меня над городом, а солдат меня поцеловал. Забавная история, детка. Что бы это значило? А я скажу тебе, что это значит. Это значит, сегодня за тобой проследит твоя мать. Пусть убедится, что это всего лишь сон. Но той же ночью. Я не могу без нее больше. Я должен ее увидеть. Серебряный, лети теперь ты. Только не обижай ее. Но королева надела сапоги с караходом. От меня не уйдешь! И она побежала за псом. И загналась. Ага! Так вот, куда он унес ее. Помечу-ка я дверь крестом. Пусть стража знает, где искать злодея. С каждым поцелуем, она лечит мое измученное сердце. Скоро рассвет. Пюсик. Неси. Это здесь, дорогой. Я уверена. То дом я пометила белым крестом. Нет! Не может быть! Я ничего не понимаю. Я не понимаю. Видишь, дорогой, все просто. Когда пес понесет ее, гречишные зерна начнут сыпаться из дырочки в мешочки и приведут нас прямо к цели. Уж не околдовала ли она меня. Я не могу спать. Не могу есть. И думать могу лишь о ней одной. Золотой, твой черед. И смотри, чтобы тебя не выследили. О, моя принцесса. Как жаль, что я не принц. Тогда однажды ты стала бы моей женой. Последний поцелуй перед рассветом. Да, ты прав, Золотой. Неси ее скорее в башню. Серебряный, малыш, и выступайте. Я хочу побыть один. Прощай, любовь моя. Видите? Гречишные зерна по всему полу. Взять его. Завтра тебя вздергнут. Как будто весь лесу мою строят. Хотел смотреть в глаза смерти. Я привык. К тому же... Без милой принцессы мне ей жить-то незачем. Для чего я живу? Да. Так, так. Сколько зрителей на моем последнем представлении. Пожалуй, стоит для них постараться. Мальчик, постой не спеши. Без меня все равно не начнут. Я тебя помню. Ты дал мне золотую монетку. Теперь дам медную, если ты сбегаешь в гостиницу и принесешь мне огни. Оно на кресле, чтобы за камина в лучшем номере. Поторопись. В лучшем номере? Сейчас буду. Беги скорее, беги. Или мне конец. Все, что мне нужно. Увидеть любимую принцессу еще раз. Это же он. Солдат из моих снов. Остановитесь, отец, не надо. Ведь я люблю его. Любит меня. Я так и знал. Молчи, глупая. Палач действует. Стойте! А как же мое последнее желание? Последняя трубка, Ваше Величество. Все, о чем я прошу. Нет, я не в настроении. Палач! Последнее желание. Нужно исполнить. Последнюю трубку. Ну ладно. Только поживее. Палач, развязать. Послушайте, сейчас, наверное, не вред, но вы хоть представляете, какой вред здоровью наносит курение трубки? Простите. Понимаю. Вам сейчас не до этого. Боюсь, дорогой Палач, и твоему здоровью кое-что угрожает. Малыш, серебряный. Силва! Мои будущие тести с тёщей считают, что я недостойный зодчин. Докажите им обратное. Милая принцесса, я знаю, так предложение не делаю, но ты всё же... Ах, милый, конечно, я согласна, ведь ты был герой моих снов. Ура, солдаты! Солдатов-королевы! А прекрасную принцессу-королевы! А прежних королев с королевой так и не нашли. Собаки, что на свадьбе нового короля, сидели на самых почётных местах. И смотрели своими огромными глазами на роскошный пир, который длился целую неделю. Режиссёр Йорген Лердер. Композитор Грегори Мэйджи. Автор сценария Гаррет Уильямс. Фильм озвучен по заказу телекомпании «Видеофильм». Фильм озвучен по заказу телекомпании «Видеофильм». Фильм озвучен по заказу телекомпании «Видеофильм». Ап civقط. Фильм озвучен по заказу телекомпании «Видеофильм». Фильм озвучен по заказу телекомпании «Видеофильм». Продолжение следует...